Это рында. Такое вот произведение искусства, на мой взгляд, которое находится на корабле. Но если рында переходит в железнодорожники, то она становится колоколом станционным. Поэтому у нас сейчас отсутствует пока еще сопровождение электрический звонок. Мы используем ее в этом качестве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Денис, здравствуйте. Спасибо большое, что вы нашли время в большом графике, в вашем тяжелом, трудном, суетном, поскольку все-таки мы с вами встречаемся накануне Дня железнодорожника. Во-первых, вас поздравляю, ваш коллектив, с праздником. Потому что это ваш праздник тоже. Вы на всех праздниках выступаете. Мелодии наши любимые, знаменитые, исполняете. Создаете настроение праздничное. Это очень важно. Ну и, конечно, с 50-летием БАМа тоже, поскольку тоже ваш праздник в этом году. Очень плотно вы в этом задействованы. Ну и рассказывайте, я насколько понимаю, у вас новое помещение, новое здание. Ну, вообще, можно сказать, что это счастье, потому что не у каждого коллектива. А мы идем навстречу столетия нашего коллектива. То есть в 926 году был организован приказом Наркома путей сообщения наш коллектив. И вот уже через два года будет нам 100 лет. И нам такой подарок, на мой взгляд, как на мой взгляд, это одно из лучших помещений для творческого коллектива. То есть у нас есть студия звукозаписи, у нас есть оркестровая студия, есть класс для занятий вокалистов. Ну и есть служебное помещение, необходимое для жизнедеятельности коллектива. Это очень важно. И спасибо большое нашему руководству, конечно, за это. Вижу у вас тут вот такую красоту, портрет Суворова. Ну, как сказать, я на него равняюсь. Потом, я же суворовец, я с 12 лет, военно-музыкальное училище, 7 лет там учился. Потом консерватория, военно-дирижерский факультет. И вся моя жизнь... То есть духа-то там остается навсегда. Да, конечно, я. Всегда напоминает мне о том, что нужно не расслабляться, а как Суворов, идти вперед. А еще у Суворов было великолепное выражение, которое актуально и сейчас. Музыка удваивает, утраивает армию. С распущенными знаменами и громкогласной музыкой взял я Измаил Суворов. Это актуально сейчас. И где бы мы ни играли, везде идет энергетика от духового оркестра, потому что дух мы из себя отдаем энергетику. И люди поднимаются. Даже вот мы с вами виделись на БАМе, вы видели, как люди воспринимают. Еще концерт не начался, а мы играем и уже хлопают, уже как-то энергетику дает. А дальше уже другой концерт пустили, поют наши... Ну, поэтому символика еще тут морская у вас. Ну, а как же я без флота? Я там... Вот видите, вот карта мира обозначена там, где я побывал с кораблями военно-морского флота. Да, ладно. Да, конечно. Ну, вот Сейшелы, Маврики, Мозамбик, Мапуту, Индия. Два с половиной года служил во Вьетнаме. Правда, вы посмотрите, сколько точек отметено на карте. А вот эта дорога, видите, вот это я с морским оркестром проехал, но мы с железнодорожным коллективом тоже я по этой дороге уже проехал. Уже не один раз. Конечно, да. Мы три раза были. Вот у нас, видите, осталось такое. 40 лет БАМу мы там были. 45 были. Теперь уже 50. А до моего руководства здесь они еще раньше там были. Поэтому я здесь всего 17 лет. Всего 17 лет? Ну, по моей жизни, да, потому что я 40 лет на флоте, а 17 лет всего-навсего. Слушайте, ну, железнодорожная отрасль или когда-то МПС, да, ведь это же тоже военизированная организация. Конечно, конечно. И, в общем-то, вот эта вот, скажем, закалка, дисциплина. И я думаю, что, ну, вот где бы вам как только не здесь. Ну, на самом деле, когда коллектив этот организовывался, он был военизирован, он был при охране, там были специальные отряды. Был в другое время, другой строй был у нас, да. И вот даже, вот видите, Буденовка. А вы подойдите, покажите нам. Вот, вот эта Буденовка, я, это у нас такой исторический экскурс здесь. Вот эта Буденовка, ну, не эта конкретно, я ее специально купил. Они в Буденовке, у нас есть фотография, где в Буденовке стоит оркестр и играет. В 26-м году, представляете, так не очень стройно они стоят, но они держали строй. Играет марш, играет барабан и строй. Прошло какое-то время, оркестру присвоили образцовый оркестр, он стал называться, с 74-го года. И была вот такая форма. Сейчас форма немножечко другая, ну, вот вы знаете, какая. Но это уже история, и я подумал, что пусть так и будет. Пока мы исторически тут не нашли места для истории, Но у нас в каждой комнате вдоль всех стен все наши грамоты, которые заслужил оркестр, все наши, ну, награды какие-то, мы их обозначаем фотографии со всех концертов. Да сам оркестр, это музей, потому что вы столько храните наследия. Вы знаете, у нас в Москве, я посмотрел, всего один оркестр, и то он 27-го года, это оркестр Министерства обороны. А мы с 26-го, да, они с 27-го, мы с 26-го года. То есть, в общем-то, это старейший коллектив в стране. Дунаевский еще, когда Дунаевский-то был? До Дунаевского было, потом он уже там немножко. Когда строй у нас поменялся, и мы стали исполнять больше концертной музыки. Тогда после этого мы стали называться концертный оркестр. Это уже буквально вот, ну, уже когда я пришел, думаю, ну, как так? Мало того, что мы провожаем корабли, видите? Очень хорошая оговорка. Да, да, потому что, видите, у меня флотская тематика, везде я без нее. Поезда, тоже корабли только. А поезда те же поезда, если взять матросов революционных, они же с кораблей на паровозы. Ну вот, мы провожаем паровозы, и плюс еще играем в госпиталях. Сейчас у нас идет очень сложное время, непростое. В госпитале мы уже последние 10 лет регулярно выступаем. Или малыми группами, или всем коллективом. И даже поездим по Подмосковью. У нас есть санаторий, где лечатся наши воины. Я вижу, у вас на столе томик. Томик? Вот это вот. Ну, это Биткоин. Это любимый композитор? Или просто вы... Нет, вы знаете, в ближайшее время, вот у меня там вон симфония лежит, пятая симфония, мы играем не просто же железнодорожные песни, а еще у нас есть такой концерт. Недавно мы начали эту жизнедеятельность. Как слушать и понимать классическую музыку. Вот у меня плакаты даже остались. И то есть мы выходим с лекции, читаем немножко о Бетховене. И па-па-па-па, та-та-та-та. Супер. Вот, и часть небольшая, не сложная. Не напрягаем сильно слушателя, тем более он не подготовлен. И наиболее известное произведение мировой классики, тут у нас нету, западная, лучшие образцы западной классики и русской классики обязательно, и советской тоже. Плюс сюда добавляют небольшие арии, небольшие дуэты. Вот, и арфа с нами тоже участвует, мы приглашаем арфистку. И вот такой концерт, вы знаете, удивительное дело, но люди с удовольствием слушают. У нас было около двух часов. Ну, это не просто вот, да, вот праздник или там сопровождение, это просвещение. Просвещение, чисто рады, да. И удивительное дело, но вот, особенно люди старшего поколения, да там разный возраст, слушают внимательно. Ну, мы не грузим их сильно там, что это побочная партия, это главное, они переплетаются. Нет. Просто рассказываем, почему композитор, когда он родился, почему он это написал, и слушайте, наслаждайтесь красивой музыкой. И, ну, не очень сложная. Это вот часть Бетховена, которая у нас будет, первая, пятая симфония. Эта часть, она очень известная, на слуху, и мы ее с удовольствием сыграем, готовим. Римского, Корсакова, естественно. Чайковский в обязательном порядке. И Ария. У нас даже есть из Евгения Онегина заключительная сцена Татьяны и Онегина. Она у нас полностью, она идет 15 минут, но мы ее представляем только для студентов вокального факультета Института культуры. А для наших студентов, студентов железнодорожного колледжа, каждый год, в этом году будет 20 лет, как они принимают, я так назову, присягу на верность с российским железным дорогам, и мы у памятника Мельникова, в этом году будет 20-й раз, их посвящаем в железнодорожнике. И там исполняется. И там исполняем песни железнодорожные. И в течение года мы у них выступаем периодически с концертом. Объясняем им, что такое БАМ. Вот мы были сейчас на БАМ. Мы рассказываем, не все люди знают, не все дети, скажем так, знают, что такое БАМ. К сожалению, я тоже спрашиваю, даже многих своих уже сверстников, и то не все знают, не могут расшифровать это понятие. Нет, мы, вот я всегда говорю, вы знаете, что такое БАМ? И потом рассказываем со сцены, прямо рассказываем. У нас такая, ну, небольшая концерт-лекция, чтобы не играть подряд номера. Пойдемте, покажете нам другие ваши помещения. Пойдемте, да. Ну вот у нас до конца не оформлено. Это вот где мы участвуем, благодарности нашей. Это наши артисты, не все, которые... Солисты. Которые солисты, да. И состав оркестра. Ну вот, сердце нашего оркестра, сердце оркестра, это вот студия звукозаписи. Здесь у нас ветеран оркестра, 40 лет в оркестре. Смотрите. Вот отсюда мы записываем то, что у нас находится. То есть здесь проведено все туда. Вот Сергей Москалев, ветеран оркестра. Он как скала. Он 40 лет где-то, сколько? С 85-го года. С 85-го года в оркестре, да. И вот у нас так получилось, благодаря... То есть мы вас должны благодарить за вот хороший звук, за все записи, которые осуществлены именно, да? Ну, мы играем живьем всегда. Но иногда надо что-то записать и включить. Ну да, что-то осталось. Да, и у нас это на память-то, чтобы оставалось. Вот у нас такая вот студия звукозаписи. И мы можем сами себя записать. Ведь это же тоже особая специфика. Ведь одно дело записать поп-музыку или там на синтезаторе наиграть. А тут какое количество инструментов, это вообще... Дело в том, что у них уже отредактированный звук практически. Ну, там можно чуть-чуть отбрать. А здесь он живой. Здесь вот из него надо лепить. Как звучит, да. Как чего? Вы мастер, значит. Ну, прям уж мастер. Уже оркестровая самая непосредственная студия. Конечно, здесь было все перегорожено. Мы целый год искали помещение. И там у нас и свет отключали, и воду. Город вредничал всячески. Но пока не нашли вот это более-менее приемлемое. Вот здесь была стена. Административно-хозяйственное управление наше. Спасибо им за это. Они разгородили. Ну, что-то еще не до конца, может, сделано. Там провода. Но это все такое уже мило. Ну, это вы уже в процессе... Да, это, в конце концов, мы главной задачей можем уже выполнять свое. Ну, давайте пройдем на ваше место-то, рабочее. С вашей точки хочется посмотреть на помещение. Я вижу, у вас тут портитура практически от руки сделана. Вы сами все это готовите лично? Ну, а как же? Конечно. Компьютер есть. Сейчас графика компьютера. Раньше я все писал карандашом. Ну, сейчас у нас есть... Вот, видите, это ручка еще писалась. А так, и это тоже вот ручка. Матушка, железная дорога. Это бам, фанфар у Абами у нас. Это сейчас актуально. У нас концерты, посвященные 50-летию. Видите, руками написано. А в дальнейшем, конечно же, все уже на компьютере. Печать вижу, то есть вы утверждаете. Да, конечно, обязательно. Это уже история. Это чтобы, ну, никуда уже не перешло в другой какой-то коллектив. Здесь вот начальник, дирижер. А это вообще считается ценностью, да? Да, вот, ну, то есть это как, ну, как... Ну, что-то так типа авторского, да? Да, вот это фанфара вот. Мы написали фанфара, бам. Все, наш инструментовщик из нашего оркестра. Вот она фанфара про бам. А вот сам песня бам. Мы, это репертуар. Вот в этой ситуации мы только это готовим. «Матушка, железная дорога». Написано неизвестно даже когда, хотя год. Нет, не написан год. Вот обычно в конце может быть написано. То есть это до меня я пришел, она уже была. Я вообще эту песню не знал. А вот, пожалуйста, вот год. Ну, здесь не очень давно, 99-й год инструментовано. Именно вот эта вот версия, да? Да, да. По нашим понятиям это недалеко. А вообще у нас есть с 1800, там, какого-то года ноты в библиотеке. Конечно. И берете, и по ним работаете. Да, мы их делаем. Ну, немножко перерабатываем для этого коллектива. Потому что, ну, время пришло, там, допустим, другие инструменты. Другой строй тоже у инструментов бывает такой. Поэтому приходится адаптировать. Ну, время другое, да. Настроение должно быть другое немножко. Но суть должна так, как задумал Чайковский. Значит, мы только так его изобразим. А вообще вот репертуар. Ну, то есть, и мы слышим, и на мероприятиях, да, и на праздниках. И вообще в целом видим. Вот мы с вами поговорили, вы рассказали о том, что просвещением занимаетесь. Первое, что я пришел, сделал когда-то, 17 лет назад. Обратил внимание на репертуар, связанный с железной дорогой. Все здесь уже было, много чего. Плюс добавилось новые произведения какие-то. Потом уже вторым номером или после этого идет классический репертуар. Потому что основа всего исходит из классического образования. То есть, оперные арии, оперета, чтобы ария, это не всегда понятно, так сказать, неподготовленные публики. А оперета проходит, соловей алябьево. Все узнают, что это такое, правильно? Я танцевать хочу, тоже все знают, что это такое. Красная стрела. Правда, сейчас не все знают, что такое красная стрела. Но песня мне очень нравится, начнем с этого. И я ее с удовольствием всегда... У нас есть певица эстрадная, которая поет эстрадные произведения. И она, кстати, заняла первое место. Она была лауреатом международного конкурса Анны Герман. Вы представляете, международный конкурс. И она мне была очень приятна. Из нашего оркестра она заняла там первое место. И даже в Сирию летала с ансамблем Александровой и так далее. А вот коллектив ваш, вы когда пришли, вы под себя людей дальше формировали, вот, оркестр? Или эти люди как были, так остались, они с вами сработались? Ну, знаете как, вопрос сложный. Это самый тяжелый и непростой вопрос. Ну, конечно, нет, это всегда, чтобы было взаимодействие, чтобы была любовь и чтобы получалось произведение. Ну, говорить под себя не стало бы. Почему? Потому что, конечно, берешь людей, которые, чтобы было взаимопонимание. А некоторые, ну, мне не нравится по разным причинам человек. Вот. Но он делает свое дело. Он приходит, нравится, он мне не нравится. Но он профессионал. Он вовремя приходит, никогда не подведет. А то, что у него может быть другая точка зрения на какой-то вопрос. И так и есть. Такие и есть остались. Вот у нас есть люди, которые, я вот сегодня уже показывал, 40 лет, 38 лет в оркестре побыли. Совсем недавно стали люди уходить, потому что смена должна быть. Это вопрос болезненный и непростой. Кто-то говорил из наших великих деятелей, что кадр решает все. Оно решает. Но незаменимых тоже не бывает. Тоже говорили, да? Ну, вот тут такое очень... Самое сложное, это чтобы люди тебя понимали. Ну, насчет любили там. Не надо любить. Просто делайте свое дело с любовью. И вот это важный очень момент, чтобы с удовольствием шли на работу и с удовольствием уходили домой, да? А вот у вас как? По секциям, понятно же, да, оркестр поделен? То есть представлены какие секции, какие инструменты? У нас все группы. Здесь есть, как мы говорим, по партитуре. Вот флейты, кларнеты, гобой здесь. Дальше группа саксофонов. Вся группа саксофонов. Классический вариант – пять человек. Они есть. Саксофоны – это значит, уже можно играть в джаз. Правильно? Бас-гитара, гитара, ударная секция, литавры есть. Есть ударные инструменты, колокольчики, маримба. Все эти инструменты у нас есть. Это отдельная группа. Трубы – это основа духового оркестра. Все трубы, корнеты у нас есть. И, конечно, группа тромбонов. У нас их пять. Тромбоны тоже, джаз без них не может быть. Вальсы, танго, марши. Да, но сейчас мы больше концертный репертуар, поэтому мы больше песни, песни железнодорожные в обязательном порядке. И плюс, конечно же, песни о любви, о родине, о России. И у нас есть народная певица, которая народным голосом поет, эстрадная. А классические есть мэс-сопрано-сопрано, есть баритон, есть тенор у нас парень. Мы приглашаем его, студент консерватории. На перспективу будем его приглашать сюда. То есть разные подгруппы. То есть на первый взгляд кажется, что-то у них там столько женщин или мужчин. А у всех разные голоса, все индивидуальные. Александр, что значит быть солистом концертного образцового оркестра РЖД? Ну вообще, вы знаете, я очень горжусь тем, что я являюсь солистом этого прославленного коллектива. Вот уже на протяжении 15 лет, вот окончив Московскую консерваторию, судьба привела меня в этот коллектив. И я очень этому рад, потому что наш оркестр находится под крылом и является частью такой крупной и самой значимой, наверное, компании в нашей стране, как Открытое акционерное общество РЖД. Соответственно, мы участвуем так или иначе во всех значимых событиях и мероприятиях, проводимых под эгидой РЖД. Это точно. Но при этом я хочу сказать, что репертуар нашего коллектива очень разнообразен. Несмотря на то, что оркестр ведомственный, так скажем, профильный, да, у нас очень широкая палитра классической музыки. В частности, мы проводим классические концерты. Кстати говоря, вот несколько лет назад еще у нас был такой абонемент, мы проводили классика на вокзалах столицы. То есть мы выступали на всех вокзалах нашей страны в различные дни. И я считаю, что это очень важно с точки зрения пропаганды искусства и культуры, потому что многие люди не имеют возможности, кто-то находится проездом в столице и может послушать лучшую классическую музыку посредством нашего оркестра. Да, непосредственно вот между пересадками или ожидая поезда. Но несмотря на это, мы даем концерты и в лучших залах нашей любимой столицы. Это Московская консерватория, зал Чайковского, Московский международный дом музыки, ну и так далее. Коллектив, коллеги, ну и руководитель. Несколько слов о них. Ну, я работаю вот все годы, сколько я здесь нахожусь, под руководством народного артиста России Александра Данильченко. Это высоко художественный, интеллектуальный, талантливый музыкант. Тоже, кстати, выпускник Московской консерватории. Мы очень хорошо находим общий язык. Ну, можно сказать, учили все одних учителей, несмотря на то, что разница в возрасте у нас солидная. Но так называемая преемственность поколений Московской консерватории, она, конечно, сказывается. И также наши ребята, певцы, это люди, окончившие консерваторию Гнесинку, Московский институт культуры, институт современного искусства. То есть люди высокой квалификации. Вы же с детства имеете отношение к этой железной дороге, насколько я понимаю. Вот я слышал, что вы родом из какой-то отдаленной станции. Ну, можно так сказать, да, что вырос я вблизи станции Алтайская, на которой на тот момент, когда я жил, было 20 путей. Это считается очень большая станция, 20 путей. Вот поэтому шум поездов, гудок и вот эта вся лирика жизнедорожная была... Впитана вообще. Была все детство, да, то есть я с этим жил. Я понимаю этих людей, мне кажется, я знаю, что они чувствуют по духу. И поэтому вкладываю в исполнение этих песен, вот в частности про БАМ, тут на БАМ, когда мы ездили. Я видел глаза этих людей, я видел в них отклик. И в этот момент ты понимаешь, как важно то, что мы делаем, вот реально важно для них. Вы поете те песни, которые им помогали строить БАМ. Да, да. Олег, ну как вам вот работает это в оркестре концертным образцовым? Ну как, прекрасно. Сколько лет-то уже? Уже получается вот с 93-го года, я уже перестал считать даже. Это уже сколько лет получается? Уже 30? Ого! 30? 31 год? Ну вот, репертуар, возможности, концертная деятельность, я так понимаю, бурная, устаете? Ну я уже привык, в общем-то, это моя работа, да, что касается, за столько лет адаптировался. Да, так и на одном месте, но оркестр-то меняется, то есть расширяется репертуар. Потому что, например, когда я пришел, ну это 90-е годы, музыка особо она, оркестр хоть и большой был состав, но особо он не востребованный был, то есть не до этого в стране было, то есть не до музыки, не до коллективов. Да, потом стал развиваться, особенно концертная деятельность стала развиваться с приходом Александра Сергеевича, просто он вывел на совершенно новый уровень, на концертный уровень и стал оркестр называться именно концертным, потому что мы стали действительно концертировать. Потому что так в основном наша деятельность была, ну это обслуживание вот таких, ну производственную музыку исполняли, то есть торжества разные, официальные, вот игры, официальные мероприятия, как и сейчас, в общем-то, это есть. Ну а так, чтобы, да, вот как вот у вас есть собственные концертные программы. Ну не было, просто на них даже не пробиться было, ну никак, этого вот, ну не было. Ну в лучшем случае в ЦДК же там сыграем, да. Ваш инструмент? А мой инструмент, у меня их, вот видите, аж два, ну это флейта, да, но просто разновидности. Вот сейчас я вот один флейтист, да, вот я вот 10 солист вот в оркестре, я играю вот как на большой флейте, и вот так вот и на маленькой, на пикколо. То есть получается два в одном. То есть уже тоже адаптировался, вот делаю вот, получается, адаптирую партии так, чтобы можно было переходить с одного инструмента на другой. А какие вам по душе мелодии, песни? Ой, у меня совершенно вот разное, потому что я вот так вот разносторонний музыкант, вот играю еще в других коллективах, играю рок-музыку, да, поэтому и пишу, являюсь композитором, и поэтому... Ну у вас баланс, нет такого, да, недостатка. Ну нет, главное, что хорошая музыка. Мне вот нравится очень высказывание вот Оскара Уальда, когда он сказал, нет вот этот хороших или плохих книг. Есть книги хорошо написаны, либо плохо написаны. Так же можно про музыку, про любую другую работу, в общем-то сказать. Вы что-то для себя там еще готовите. Вы вообще совместно с руководителем какие-то предлагаете мелодии, другие композиции, прорабатываете что-то? Конечно, предлагаю. Даже я свои песни предлагаю. Вот исполнили мою там песню, да. Потому что у нас вот наш руководитель Александр Сергеевич, он очень творческий человек, он в постоянном поиске. И несмотря на то, что у нас библиотека очень большая, вот за 100 лет она собралась, оркестр скоро 100 лет, да, в 26-м году будет, и собралась огромнейшая просто библиотека. И казалось бы, можно брать и играть вот с тех вот времен. Но нет, ну постоянно-постоянно вот что-то пишется, вот делаются новые аранжировки, вот новые какие-то обработки. Вот идет вот этот поиск, постоянно вот это новое звучание, вот так как вот все-таки мир не стоит на месте, да, вот идет вот этот поиск, да, обработки произведений уже знакомых. То есть новый вот репертуар. Коллектив у нас этот уникальный, вот атмосфера очень дружественная, вот очень вот здесь вот приятно находиться, вот такая домашняя атмосфера и творческая. Завершая нашу с вами встречу, вот хочу спросить, а что дальше? А дальше столько планов наших громадье, загадывать не очень хотелось бы. Дальше завершить становление в этом помещении, потому что тут еще много, большой объем работы. И плюс у нас, сейчас вот отпуск уйдем, а после отпуска начинается прямо концертный сезон. И упор весь будет связан на концерты, которые будут осенью, день пожилого человека, а у нас есть хор. Мы были инициаторами организации хора. Наш концертмейстер и хормейстер руководит хором, уже мы 11 лет его сделали. То есть мы совместно с этим хором, уже завтра с ним будем выступать, с хором выступаем. И концертные площадки, день пожилого человека, откуда все пошло. Организовали день пожилого человека. Я говорю, давайте сделаем хор из ветерана в РЖД. Мы его создали, и уже ему больше, сколько, 13-14 лет этому хору. 1 октября, день нашей компании, день пожилого человека, организация целых концертов, целая цепочка. У нас есть целый набор госпиталей, санаторий, да. И, конечно же, госпиталь Бурденко. Иногда оркестром, а иногда по палатам не все могут вставать. Мы по палатам по 3-4 человека ансамблями выступаем. Здорово. Спасибо вам большое за гостеприимство, за доброту, за то, что поделились своими эмоциями, бытом, жизнью. И хочется вам пожелать, как это обычно говорят, такой банальной, да, творческих успехов. Но это очень важно, потому что вы живете творчеством, творчеством напитаны. И вы вдохновляете других тоже. Я надеюсь просто на это, что вдохновляет, конечно же. У нас, например, вот мы к вам пришли. Да, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Такое начало концерта, я думаю, будет очень уместным. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин